В нашей программе мы подготовили специальный репортаж о совместном выступлении лос-анджелесского гей-хора и Аллы Пугачевой, самой рейтинговой певицы всех времен и народов. Вся грудь горит! Я говорю, что грудь без горячего вообще вытащит! Грудь горит! Подобный, довольно необычный для Москвы урок русского языка можно было наблюдать недавно в концертном зале имени Чайковского. Учительницей выступала сама Алла Пугачева, а учеником дирижер известнейшего в мире гей-хора из Лос-Анджелеса Джон Бейли. Выступление этого хора в Москве стало для ценителей действительно сенсацией. Это поистине историческое событие, еще и потому, что спеть с Лос-Анджелесцами согласилась сама Примадонна нашей эстрады. И, как заявила она в интервью, данным специально для нашей программы накануне этого события. Я как хормистер по профессии основной, я подумал, какое счастье, я могу спеть с прекрасным, великолепным хором. Попросила, чтобы мне привезли кассету, видеокассету, и лишний раз убедились в том, что это замечательно, особенно мне понравилось, как они исполняют песни Бродвее, Голливуда. Вот, и я загорелась, просто желаем спеть с ними. В хоре, а точнее в Лос-Анджелесском гей-хоре, Алла Пугачева не видит, ну, совершенно ничего необычного. А в чем необычность? Гей, это уже настолько обычное явление в нашей жизни, просто у нас немножко нецивилизованное отношение к этому. А я человек нормальный, прежде всего смотрю на талант, а какого он окрасный, мне как-то не волнует. Кроме талантливого хора, Примадонна привлекла к этому концерту не менее одаренного композитора Павла Есенина. Песня «Белый снег» была исполнена даже на бис. Потому что она мне очень понравилась. Конечно, зрители были тоже в восторге. Еще бы, такого отработанного, слаженного и гармоничного пения профессионалы не слышали давно. Было чему удивиться. У них просто как один живой организм. Каждый звук отточен. Ну, я говорю, мы просто потрясены. Какой звук, а какой чистый звук? С ума сойти можно. Я потрясена. Мне понравилось. Мне понравилось. Дирижер потрясающий. Кланяюсь создателю. Естественно, и вполне возможно, что это событие заставит публику не только оценить всю красоту мужского хорового пения, но и понять, что талант не имеет ни границ, ни пола и не зависит ни от какой ориентации. А в будущем у таланта открываются блестящие возможности. Этого уже достаточно, если мы найдем точки соприкосновения для дальнейшей работы. Вот что главное. Вполне возможно. Как себя будут вести? На сцене. И в жизни. Окей, спасибо. Поставать не будут? Нет. Шоу-бизнес не знает границ. Талант решает все. И это не может быть.